всем привет привет добро пожаловать на моему банк канал меня зовут яна кто не знает и сегодня мы с вами будем кушать пельмени давно я не снимала я что-то прям вообще мне надо прогулу ставить на мукбанк канале ну что-то как-то вообще некогда некогда и некогда вообще планировались у меня роллы но не получилось постараюсь завтра послезавтра их отснять и сегодня у меня пельмени я продолжаю тестировать магазин ермолина вот такие пельмешки я посыпала их красотища я посыпала их сухой петрушкой и сухим укропом все кто собирается сейчас кушать всем конечно же приятного аппетита давайте трапезничать вместе разговаривать или наоборот не разговаривать а больше кушать еще мне есть соленые помидорки маминой а у астра у меня что-то слюно отделение также у меня есть хреновина в простонародье так называется не знаю кто как называет мы называем ее хреновина это помидоры с хреном там с чесноком и так далее и еще у меня есть вот такой соус я сделала ну как соус это просто обычный майонез я не захотела сметану захотела именно майонез майонез и чеснок я добавила туда чеснок все перемешала и получается очень вкусно я люблю так уж пельмени давайте приступим попробуем значит это пельмени говядина на вид они выглядели очень даже неплохо я их немножко разварила потому что забыла что варю бывает такое они немножко уже начали слипаться хоть я и маслом как как сыр это вот от этих от укропов от укропов от зелени короче говоря вкусненько не водичку не стал ничего наливать у кого решила купить воды есть такой перчик мама добавляет я тоже рассказывала что у меня муж очень любит острые всякие там прибамбасы а я имею ввиду солености да он вообще все острые любит и мама для него солит помидоры огурцы они безумно острые не всегда правда получается остро все зависит от этого перчика потому что он бывает иногда не очень острый так ну что могу сказать вкусные пельмени не домашние конечно но он вполне достойный я не помню сколько они стоили если честно за килограмм я вот когда рассказывала прямо правой ермолина я думала только у нас есть нормально но ураль оказывается много где есть вот разварился умите мяско выпало и тесто пока тесто не было бывает что пельмешки развариваются ой как вкусно обожаю чеснок а вы любите чеснок я сварила 27 штук я не уверена что съем потому что они довольно большие очень вкусно майонез правда не очень вкусный знаете какой кайва вообще конечно надо завязывать с майонезами со всем остальным скоро лето скоро отпуск хотя отпуск под вопросом потому что ну потому что такая ситуация на вот с этим блин вирусом про который даже на ю тубе не разрешают говорить почему ну можно ну как бы вот они они огромные они такие довольно большие и не знаю поедем или не поедем потому что как бы дальше тут ситуация разворачиваться я не знаю вы вообще как этому относитесь я как бы спокойно просто так жутко в такую панику нагоняет нагнетает обстановку эти новости в интернет заходишь тоже вот это вот все и кто-то там что-нибудь скажет и все и я такой мнительный человек я начинаю в чем-то там сомневаться знаете и пойдем на поезде решили ехать на поезде захотелось все-таки нам обратно наверное на самолете пока не решили ну потому что туда можно поехать на поезде еще так ты только едешь отдыхает такой весь приподнятом настроение обратно конечно же хочется побыстрее они трое суток почти трое суток катиться в общем пока ничего толком не известно что и как она будет посмотрим потому что ну пока что все это непонятно хотя бы он видите в новостях пишут что школа до переводят на дистанционное обучение на свободное посещение так сказать на усмотрение родителей посмотрим что и как что вы по этому поводу вообще думаете я уже наедаюсь не везде не ела почти подготавливалась очень вкусно такие неплохие перемешки недостойные не домашние но есть можно вчера короче посмотрела прямой эфир с малаховым про викторию боню на что посмотрел про эту церемонию или как он там уже забыла про айваска айваска или айваска или айахуяска кстати некоторые так называют на полном серьезе честно говоря конечно интересно да это было послушать я потом посмотрела и начала в интернете лазить смотреть что такое что люди рассказывают мне просто было интересно но как правильно я поняла что это уже какая-то зависимость все-таки у людей тоже есть от этого и настолько да вот это вот дает сильную интоксикацию даже что такой какой там небольшой глоток они там блюют извините и все остальное не к столу будет сказано да очищение да происходит не знаю мне кажется это конечно страшно это действительно надо чтобы вот как они там стали шаман этот должен быть опытным который знает сколько чего дальше у тебя там не траванули но игры с разумом это конечно опасная штука я мужу вот рассказал он говорит да они же как наркоманы глюк просто ловят и все типа я вот не знаю может там действительно я потом когда стала вчера в ю тубе уже смотреть ролики там вот одна женщина в общем рассказывала она уже в возрасте есть за 50 лет она вместе с мужем ездила и она вот рассказывает а значит что она сначала там как умирала потом она оказалась в утробе матери то есть она это все видела как она родилась и вот так далее и тому подобное такие вещи люди рассказывают что ну понятно что там тебе будораж да вот эту твою психику все твои там эти скрытые все вот эти вот забытые вещи но так же как вот этот вот гипноз регрессивный да про него тоже почитала кстати и что вот эта женщина рассказывала я даже не поняла вот что действительно ли может быть такое что это событие из нашей жизни да которые там были и которые мы в силу там подсознанием либо не помним либо ну да как мы можем помнить свое рождение да в принципе она вот типа она увидела себя аж еще в утробе матери либо это действительно глюки какие-то галлюцинации и может быть это действительно неправда или это действительно правда в общем это все такое не неопознанное непонятное так же как вот этот вот рекрессивный гипноз я почитала что там ну это тоже с психологами или с психиатром с кем там его делают с гипнологами в общем что тебя там вводят в какой-то ну либо в гипп под гипнозом ты там либо в транс ну кто-то без гипноза может типа там медитируют в общем как-то ну я недалеко вообще от этой тематики я просто вот вчера то что там поверхностно почитала вот и что якобы там показывают каким-то кем ты был в прошлых жизнях да там викингам не викингам да что там чего кого и что у тебя будет впереди то есть ну как бы мне кажется это в принципе людям конечно с неустойчивой психикой это противопоказано потому что реально крыша съедет и людям мнительным нельзя такое делать ну опасная штука конечно что вы вообще по этому поводу думаете как я поняла боня это уже делала не первый раз и правильно врач сказал что у нее уже зависимость что кто это один раз прошел что это уже зависимые люди вот от этой вот фигни всей я удивилась ее маме 64 года попереться по этим скалам буераком лазить не знаю я бы наверно побоялась люблю желтые помидорки очень острые так что так что вот такие дела вот такие вот дела я конечно все таки верю что существуют какие то другие жизни в которых мы жили ну душа наша ну не знаю вот вот эти вот все гипнозы и вот эта айвазка ну мне кажется это как то страшновато ну хотя как видите люди ездят оказывается это сейчас еще и модно вы бы пошли на такой эксперимент со своей психикой мне кажется я бы потом с ума сошла вкусно хорошие пельмешки кто пробовал вот с говядиной у нас вчера прикол самолет посадили приземлился типа заминированный ну опять кто-то побаловался все спецслужбы согнали в итоге это кто-то прикололся вчера же пятница тринадцатая была кто-то неудачно пошутил все наелась жалко что у меня вот тут некоторые поразваливались я бы может еще и что-нибудь тут съела но тут уже в общем такие они все развалившиеся плюс они еще знаете сейчас немножко друг на друге полежали пока я тут с ним пока я подготавливалась пока все туда-сюда они немножко размякли еще но лучше домашних пельменей ничего нет поэтому вы запасайтесь продуктами а то он как везде из границы то все исчезает с полок туалетная бумага смех с мехом а под запастись стоило бы кстати мне кажется знаете на всякий случай так сказать быть во всеоружии да вкусно кто любит пельмени ставьте лайки в общем на этом я буду заканчивать свое видео кому понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик под видео чтобы всегда быть в курсе когда у меня выходят новые видео кому не понравилось ставьте конечно же дизлайки ну а я буду готовить для вас новые мукбанки надеюсь что следующий мукбанк это все таки будут роллы потому что я хочу роллы и я хочу снять для вас такой мукбанк и что нибудь еще поболтать также пишите может быть есть какие то у вас вопросы пишите буду отвечать потому что давно мне никто ничего не писал все на этом все мои хорошие всем пока пока всем приятного аппетита и до новых встреч пока пока